И да, ребятки, увеличение масштаба приложения, к сожалению, не дало мне вообще в него с толком зайти. Но, к счастью, в следующий раз это прокатило. Надеюсь, так будет видно немного лучше. И, собственно, доброго времени вот так, друзья, с вами, как всегда, Арталаски. Добро пожаловать во вторую часть урока по созданию платформера на Юнити и Корги Энджин. А изначально я не совсем планировал это видео. Как я говорил, сначала я хотел создать не всю необходимую графику, чтобы уже добавлять её в наш платформер. Но, как вы понимаете, это заняло бы немного больше времени. А продолжение хотят, блин, все. Поэтому давайте всё быстренько это организуем. И начнём с готового 2D пака, потому что многие люди по этому уроку будут делать всё-таки 2D игру. И ничего плохого в этом нету. Первым делом заходим в нашу папочку проект Dark Souls, в ранее созданную папку Art. И создам здесь временную папку 2D пак, чтобы мне просто самому не запутаться. И сюда я сейчас просто закину, ну, все вот эти папки. А графику для этого урока мне любезно предоставил сайт craftpix.net, на котором вы можете приобрести различные игровые ассеты достаточно дёшево. Например, за вот этот вот прекраснейший пак можно потратить всего лишь 14 долларов. А здесь очень приятная стилизация, графика и довольно-таки много контента. И я бы прям даже с удовольствием купил этот пак и сделал бы какую-нибудь игру для Google Play с ним. Но, возможно, вы меня опередите после этого видео, и я это сделать не успею. Также на сайте очень много бесплатного контента, который вы можете использовать для прототипирования или прохождения различных уроков, в том числе этого. В общем, ребятки, очень сильно рекомендую, обязательно сюда загляните. Когда все папочки мы сюда закинули, изменю немножко вид, чтобы мне побыстрее и попроще тут ориентироваться. И начнем с персонажа. Пусть тут у нас будет вот этот розовый, розовый. Ну, вы понимаете, о чем я. И давайте просто ради интереса перенесем сюда несколько спрайтов, чтобы вообще посмотреть, что, кто, где и когда. Ага. А знаете, что нам нужно из этого сделать, как нам превратить все это дело уже конкретно в анимации? Во-первых, выделяем все вот эти вот спрайты. Так, немножечко расширим. И сделаем вот что. Так, давайте сначала, удерживая Ctrl, уберем выделение с вот этих вот одиночных спрайтов. И здесь спрайт мод, выбираем Multiple. Далее. Фильтр мод ставим на Point, No Filter. И обычно на пиксельных спрайтах я ставлю High Quality, чтобы не было вообще никакого сжатия. И нажимаем Apply. Для примера, давайте перенесу вот этот спрайт, на котором мы ничего еще не делали. Так, а на этом мы уже не перенесем, потому что он уже не сингл. Для сравнения просто, как изменилась четкость. И опять же, если мы поставим здесь тот же Normal Quality, ее, скорее всего, сожмет. Да. То есть, видите, здесь что-то доизменилось. Какие-то появились левые пиксели. Что-то, короче, не то. Low Quality, вообще про это забудьте. Здесь, в принципе, небольшая разница между Normal и Low. Вот. Но я бы лучше рекомендовал убирать компрессию вообще. На пикселях это вот прям самый сок. Потому что даже High Quality где-то вот пару пикселей, но, блин, сожмет. Да. Поэтому просто это все снова выделяем. Компрессию убираем. Filter Point No Filter. Все. Теперь смотрите, по размеру пиксельные спрайты, как правило, намного меньше. И чтобы нам это исправить, выбираем все вот это дело. И изменяем значение пикселей на юнит. Я обычно ставлю где-нибудь 32, 24, 48. Вот примерно вот такие значения. И смотрим, как у нас он вырос. В принципе, как раз то, что нужно. 32, но вполне подойдет. И здесь фишка в том, что нам теперь вот это число 32 нужно запомнить. И, скорее всего, нам придется его использовать на всех остальных спрайтах. Чтобы они имели точно такой же размер. Но вернемся к нашему розовому персонажу. И теперь нам нужно превратить каждый из вот этих вот наборчиков в анимации. Как нам это сделать? Очень просто. Мы, в принципе, уже поставили почти на всех Multiple. То есть, смотрите, в чем суть. Если спрайт всего лишь один, то есть, как здесь, то спрайт-мод ставите Single. Если у вас здесь что-то вроде спрайт-шита, например, кадры анимации. В общем, несколько элементов. У вас некий такой атлас. То ставьте Multiple. Далее. Нажимаем на Sprite Editor. И давайте сразу его разрежем. Здесь у нас изначально художник уже все продумал. Все эти кадры имеют нужный нам размер. Type меняем либо на размер, либо на Account. А я обычно выбираю Account, потому что с этим проще. Четыре элемента, значит, нам нужно четыре столбца. Нажимаем 4. То есть, вот, C это как бы Column. Столбики. И вот он у нас разрезал на четыре элемента. Все, нажимаем Apply. А мы теперь, если перенесем вот этот подготовленный спрайт сюда, нам предложат сохранить какой-то файл. Что это вообще такое? Нам предложат сохранить анимацию, созданную из вот этого вот спрайт-шита. Возвращаемся в нашу папочку. Я создам новую и так ее и назову, Animation. Так, теперь если мы запустим нашу игру, то мы увидим, что здесь уже заранее производится анимация. Она зациклена. Значит, все мы сделали правильно. Цикл с анимацией, кстати, можно отключать. Делается это очень просто. Заходим в ту папку, где у нас эта анимация. И у нас будет сохраняться два файла. Первый, это сама анимация. И второй, это аниматор-контроллер. Он нам понадобится всего один. Остальные мы будем удалять. В общем, нас интересует именно анимация. И если нам не нужен цикл, мы просто убираем галочку с луптайма. Готово. Давайте вернемся к персонажику. Кстати, если мы его раскроем, мы каждый из этих кадров увидим отдельно. И можем их отдельно вот так вот выставлять. Это актуально, например, если у вас набор окружения. Может, я здесь даже сейчас найду. И тык-тык-тык-тык. Здесь каждый файл, он как бы вынесен отдельно, в общем-то. Поэтому здесь на примере, походу, я не покажу. Ну и ладненько, мне очень-то и хотелось. Даже не к чему придраться, окей. А теперь нам всю эту штуку нужно проделать с каждым из этих вот файлов. Это немножечко нудная и рутинная работа, но это необходимо сделать. Здесь у нас уже шесть кадров, поэтому здесь мы выбираем число шесть. Разрезаем. И принимаем. А, по сути, вот эта анимация нам, скорее всего, понадобится. Потому что мигание у нас и так заложено в функционал корги. Но я просто на всякий случай ее сделаю, мало ли чего. Может, она для чего-то другого пригодится. А что касается анимации прыжка. Здесь тоже все не так просто. Ну, точнее, можно сделать очень просто, а можно заморочиться. Вообще, корги разделяет анимацию прыжка на несколько этапов. То есть, это старт прыжка, сам прыжок и, собственно, приземление. Ай, взглянул. В более простых вариантах, например, в своих старых играх Пукан Бай Бай по Порпл Хард, у меня там всего лишь один колор прыжка на всю анимацию. И, в принципе, это выглядит нормально. И при этом никаких заморочек. Но я, конечно, покажу, как сделать ее в несколько этапов, потому что это как-то более профессионально, что ли. И раз у нас есть такая анимация, то почему бы и не воспользоваться. Итак, разрезали каждый из этих спрайтов, и теперь нам нужно их вот так по очереди все переносить сюда, и, собственно, сохранять как отдельные анимации. Еще одна рутина, но сделать ее необходимо. Советую скопировать эту строчку, нажать Ctrl-C, чтобы нам сюда побыстрее возвращаться. Теперь нажимаем ее здесь. Ctrl-C, чтобы вставить. Enter. И все, и нам не нужно постоянно лазить по этим папкам. А теперь смотрите фишку с анимацией прыжка. Нам нужно из этого атласа получить 3 отдельные анимации. Первый — это старт. То есть у нас, по сути, это будет два кадра. То есть вот он стоит, и вот он готовится прыгать. Так прямо называйте. Jump Start, чтобы потом не путались. Какая это стадия. Следующий кадр — это у нас будет сам момент прыжка. Если мы его просто вынесем отдельно, он у нас не сохранится как анимацию. Поэтому я обычно делаю вот как. Я сохраняю, точнее выбираю два кадра, какие-нибудь рядом. И уже сохраняю их в анимацию. Можно прям даже... Ну, здесь даже ничего не писать. И, наконец, этап приземления. Вот этот кадр лишний. Он, по сути, такой же, как и первый. И... Теперь смотрите, нажимаем Ctrl 6, чтобы у нас появилось окно анимации. Мы можем каждую из этих анимаций проиграть, когда нажмем на какой-то из этих объектов. Так, это у нас старт прыжка. А это сам момент прыжка. В принципе, кстати, даже прикольно, что он так машет руками. Но, что я хотел показать, это то, что... Один из кадров можно убрать, и он просто будет вот так вот прыгать. Но, если честно, меня... Прикалывает момент, когда он вот так вот машет и ушками, и... Ручками. По-моему, даже так лучше. Поэтому оставляем. И, собственно, момент, когда он приземляется. Ну, а сама по себе, эта анимация тоже выглядит прикольно. Не знаю, персонаж радуется. Например, в конце уровня, или когда подобрал какой-нибудь прикольный предмет. Это тоже можно будет использовать. Итак, если мы сейчас запустим игрульку, мы сможем сразу все эти анимации просмотреть. Выглядит немного забавно, но в то же время довольно-таки прикольно. А пока еще, кстати, не поздно увеличить размер персонажа. И размер спрайтов. Но для того, чтобы сделать это более-менее корректно, я рекомендую зайти в Аси этой Корги. И посмотреть, как сделано у них. Например, пиксельный или ретро. Вот даже ретро-адвенчур. Спрайс. Префабс. Так. Вот, игровые персонажи. То есть, мы видим, какого размера он у них. При том, что, кстати, пикселей здесь намного меньше. Мы его, кстати, даже убирать сейчас пока не будем. Мы его просто спрячем. Если взять обычный Корги 2D. Возьмем персонажа отсюда. Он как раз примерно такого же размера. То есть, то есть, то есть. Мы можем сейчас вернуться к нашим персонажам. И поставить им здесь не 32, а, допустим, 30. Или, может, даже 24. Вот. Кажется, 24. Прямо то, что нужно. Такая армия розовая. Я бы сейчас пошутил про армию подписчиков Латинга, но, блин. Так, ладно. Давайте превращать это уже в полноценного игрового персонажа. Заходим в ту папочку, в которую мы все эти анимации сохранили. И, как видим, у нас здесь есть анимации с вот таким вот значком. И аниматор контроллер. Если мы нажмем на него два раза, у нас откроется вот такая панелька аниматора. Но сейчас нам нужно их все удалить. Кроме вот этого вот. Double Jump Dust. Потому что это у нас вот эти вот эффектики. Они как бы сами по себе. То есть этот мы оставляем. А все, что у нас пинг монстр, мы удаляем. Потому что аниматор мы возьмем как раз-таки от Асито Корги. Чтобы нам, опять же, все это долго не настраивать. Нажимаем на него. Так. Ищем. Вот он, ретро Корги аниматор. Выбираем. Посмотрим, что у него тут. У него тут все не так сложно, как кажется на первый взгляд. Особенно, когда понимаешь, что тебе не нужно будет делать это все самому. В общем-то, нажимаем Ctrl D, чтобы нам его продублировать. Он у нас уже переименовался. И теперь просто перетаскиваем его в нашу папочку анимаций. Снова, на всякий случай, нажму на него два раза. Чтобы случайно не испортить аниматор от Корги. И что нам теперь надо сделать? Нам нужно найти необходимое название. И просто подставить сюда свои анимации. И, как понимаете, нам, походу, придется сделать еще несколько дополнительных анимаций. Но это будет очень быстро. Итак. Пиксель Корги идол мы заменяем на наш идол. Тык. Корги волк это ходьба. Идол это у нас бездействие. То есть, когда персонаж просто стоит и ничего не делает. Ходьба. Волк. Вот она. Далее. Бег. Заменяем на бег. Кроуч это когда персонаж у нас приседает. Конкретно здесь, когда он просто сидит. И краул, когда он идет в присядку. У нас пока таких анимаций нет. Но мы их, если что, можем сделать сами и также сюда добавить. А можем просто не использовать этот элемент. Да и пусть пока есть висит. Далее. Корги лукап. Когда персонаж смотрит вверх. Там вверх поднимается камера. Давайте покажу. Вот так вот. Вот. Ну и можно сделать так, чтобы персонаж при этом вот поднимал голову. Как вот этот вот рыжий пес. Для этого тоже отдельная анимация. Но у нас ее пока что нет. Пуш у нас есть. Далее. Джамп ап. Это как раз когда у нас персонаж начинает подпрыгивать. И джамп даун. Когда персонаж начинает приземляться. Корги дед. Когда персонаж погибает. Свиминг у нас нету таких анимаций плавания. Но. Как видите здесь несколько анимаций. Вот такой вот у нас блок. На него нужно нажать два раза. И здесь у нас также нужно просто поменять необходимую анимацию. То есть когда он просто плывет. Точнее просто находится в воде. А это конкретно когда он уже плывет. Так. Климп. Когда он у нас будет забираться. Короче у нас тоже нет пока таких спрайтов. Когда персонаж забирается на уступ. Поэтому мы тоже можем это пока не трогать. Глайд. Это когда персонаж после последнего прыжка может парить на парашюте. У нас опять же нету такого спрайта. Поэтому можем здесь ничего не трогать. А вот в климп идол мы добавим кое-что. Собственно зачем мы это будем добавлять. Потому что на лестнице когда персонаж просто будет находиться. Так мы удалили все аниматоры. Поэтому мы их так уже не сможем проиграть. В общем когда персонаж просто стоит на лестнице и не двигается. Как видите анимации тоже сейчас не двигаются. Но это ничего страшного. Сами по себе они еще как двигаются. Мы их кстати можем теперь просто убрать. Они нам больше не нужны. Мы оставим только вот этот спрайт. Добавим ему компонент character персонаж. И нажимаем автобилд. Готово. А теперь мы ему просто создаем компонент аниматора. Переносим сюда вот этот наш ретро корги. Который мы продублировали. Можем его как-нибудь просто переименовать кстати. Так и теперь нам нужно. А он все сам его нашел. Отлично. Ничего нам больше не нужно. Ну что ж давайте посмотрим что у нас теперь получилось. Вот мы ходим. Вот мы бегаем. Вот мы прыгаем. Немножко странно прыгаем. Согласен. А здесь пока спрайты корги остались. Давайте добавим этого персонажа в префабы. Отсюда мы его убираем. И заменяем в левел менеджере. Так. Немножко странно он может рукой как-то при ходьбе. Но таков путь таковые анимации. Так. Это мы типа присели. У нас включился спрайт корги. Но это мы сейчас все поправим. В целом как бы все работает. Все огонь. Нужно просто немножко поднастроить. Итак. Я кстати придумал что нам сделать с этой анимацией моргания. Нам нужно найти корги дэш. Так. И заменить его на... На hero heart. Это уже будет смотреться повеселее. Ай. Продублируем hero climp. Назовем его hero climp idle. Control 6. Чтобы вызвать менюшку анимации. И просто оставим здесь один кадр. Чтобы персонаж не двигался. Этого будет достаточно. И в hero... Ой. Retro корги climp idle. Так же сюда его переносим. Так. Вроде бы нам больше тут ничего не надо менять. Если что. Lookup мы можем так же заменить на обычный idle. А jump down. Давайте попробуем ради интереса заменить просто на jump. Как это будет смотреться в итоге. Анимации скольжения по стене у нас нету. Поэтому... Можно сразу его отсюда убирать. А можете просто оставить. Вдруг вы дорисуете спрайты сами. Или у вас они там будут. Но вам просто нужно будет их здесь заменить. Я же просто их потом отключу в персонажах. Чтобы они не срабатывали. И давайте посмотрим что у нас есть. Добавим сюда только лесенку. Давайте в поиске ведем ледер. Кто из них prefab? Вот он. Большой лот. Но ничего. Вот. Ретровская лесенка. Отлично. Попробуем. Кстати, этот даже лестница не отображается. Окей. Так. А мы не заменили, да? Мы не заменили. Окей. Сейчас заменим. Нажимаем здесь, чтобы нам в папочку резко вернуться. И в клембе меняем. Вот так. А теперь, что я также хочу сделать. Это немножко настроить персонажа. Давайте для начала изменим ему скорость. Чтобы он так быстро прям не носился. На 4. Хотя может даже и на 3. Сейчас посмотрим как будет лучше. Так. Отключаем. Чтобы персонаж у нас не мог садиться. Дэш оставляем. Дайв. Пока что у нас нет такого спрайта. Отключаем. Отключаем. Прыжок оставляем. Так. Run Speed однозначно вставим намного меньше. Пусть это будет хотя бы 7. И то, мне кажется, будет много. Сейчас посмотрим. Так. Цепляться за уступом мы не можем. Скользить по стене не можем. Прыгать от стены можем. Но спрайт, по-моему, нам тоже понадобится. Ползать по лесенке можем. Активировать кнопки можем. Использовать оружие можем. С оружием нам сейчас тоже придется немножечко повозиться. А далее. В спрайт рендерер. Обязательно Sorting Layer ставим Player. Чтобы у нас он был. Этот слой как бы выше лестницы. И вообще многих других игровых объектов. Иначе. Он у нас будет за ними. Это не хорошо. У нас для игрока есть специальный слой. Поэтому будем его использовать. Окей. С этим разобрались. Жорж, давайте попробуем. Садиться я не могу. Нажимаю, не пробую. Анимация ходьбы теперь более сочетается со скоростью. И с бегом тоже теперь все намного лучше. Но мне кажется можно еще меньше. Прыжок. Немножко странно. Он все равно смотрится как-то деревянно. Надо еще попробовать поменять их местами. Вот мы смотрим вверх. А делаем рывок. Он даже по-моему не успевает моргнуть. Так. От стены мы не можем по ней скользить. А если не можем скользить, то по идее и прыгать от нее не можем. Окей. Ползаем по лесенке. Останавливаемся. И как видите у нас включается анимация, в которой персонаж не двигается на лестнице. Вот так. Поэтому кстати все это сочетается с 3D элементами. У нас кажется, что такая земля как бы в перспективе. Ну по сути так оно и есть. И в принципе это прикольно. Окей ребятки. В следующем видео по Core Genji я добавлю этому персонажу оружие. Он сможет бросаться камнями. Возможно и не только. А надеюсь это видео было для вас полезным. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики. С вами как всегда был Арталаски. Пока.